МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главного финансового документа на 2022 год и плановый период 2023-2024 депутатам традиционно представляет Минфин. По словам исполняющего обязанности главы ведомства, прогнозная сумма доходов республики в следующем году составит свыше 33 миллиардов. Расходы немногим больше – 36 миллиардов. Бюджет Хакасии остается дефицитным – доля 10%. При этом он по-прежнему социально направлен. Значительная часть расходов республиканского бюджета – это расходы на оплаты труда. Так, на 2022 год, с учетом субвенции муниципального образования, данные расходы запланированы в объеме 14 миллиардов 816 миллионов, или 41% от общего объема расходов бюджета. В проекте республиканского бюджета республики Хакасии на 2022 год предусмотрено увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы республики Хакасии. В целом же на увеличение зарплаты республиканским бюджетникам заложено более полумиллиарда рублей. На 6,5% подрастает и минимальный размер оплаты труда. На это будет направлено почти 256 миллионов. Среди основных статей расходов – образование, здравоохранение, культура, спорт, дороги, ЖКХ и поддержка льготников. Что касается доходов, большую часть средств планируется получить за счет сбора налогов на прибыль от крупного бизнеса. В целом прогнозы оптимистичны, уверены депутаты. Но это если не изменится расклад цен на полезные ископаемые. В общем, бюджет рабочий, я думаю, единственная проблема, много «но» в плане того, что мы ставим большую планку по налогу на прибыль. Предпосылки к этому есть, может даже больше, но экономика, она же дело такое. То есть сегодня, наверное, одни, завтра они могут резко рухнуть. Кроме того, парламентарии одобрили ряд поправок. По инициативе депутатского корпуса предусмотрены 15 миллионов на замену окон в школах. 3 миллиона получит школа номер 7 Черногорска на строительство спортплощадки. 30 миллионов заложено на капремонт Центра культуры имени Кадышева. Также депутаты одобрили поправки об увеличении расходов на 10 миллионов плюсом к 32-м на завершение строительства стадиона «Урожай» в Таштыпе. Финансово усиленная наука плюс 4 миллиона к уже заложенным 7. 8 декабря мы должны рассмотреть во втором чтении. За это время, может быть, какие изменения в бюджете, я просто напоминаю, поправки, если нам будет установлена сумма бюджетных ассигнований из федерального закона о бюджете. А к этому времени там уже деньги будут распределены. И мы тогда окончательно примем наш бюджет 8 декабря. Целый ряд законов на минувшей сессии принят депутатским корпусом для обеспечения мер социальной поддержки. Расширен список лиц, которые могут претендовать на бесплатное социальное обслуживание. В него включены граждане, пережившие осаду Севастополя и инвалиды первой группы. Пополнился и перечень услуг. Например, льготник сможет рассчитывать на бесплатный транспорт для проезда в медорганизацию или для участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование общественным транспортом. Появляются и новые формы, в их числе предоставление сиделки или помощника по уходу. Это будет возможно в стационарной, полустационарной форме и на дому. Еще одна услуга из разряда срочных – доставка лиц старше 60 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Знаковым решением сессии стало также продление республиканского мат-капитала до 2024 года. Сегодня за рождение третьего ребенка родители могут рассчитывать на сертификат в 100 тысяч рублей. А если многодетная семья проживает на территории малых сел республики – на 200 тысяч. За 10 лет в Хакасии сертификаты получили более 11 тысяч семей. Почетной государственной наградой республики, медалью «Трудовая доблесть Хакасии» отмечены парламентарии, которые работали над совершенствованием республиканского законодательства в нескольких созывах. В рамках подготовки к 30-летию Верховного Совета, который у нас будет отмечаться в январе месяце, были представлены к награждению ряд наших депутатов, которые не один уже созыв, даже не один десяток лет работает в Верховном Совете. Награду достоины четверо депутатов. Все они возглавляют ключевые парламентские комитеты. Итак, заместитель председателя Верховного Совета и председатель комитета по конституционному законодательству, законности и правопорядку Светлана Могилина, глава аграрного комитета Петр Воронин, по экологии Валерий Старостин и председатель комитета по экономической политике Василий Шулбаев. Медаль «Трудовая доблесть Хакасии» вручается за исключительные заслуги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова